Подобная акция проводится не впервые. Инициирована она была молодежным активом города и основная ее задача – привлечь в очередной раз общественность к проблеме табакокурения. Несмотря на то, что есть федеральный закон, ограничивающий места, где можно курить, люди продолжают употреблять табак открыто в общественных местах. Молодежь, конечно, остается в стороне. И вот сегодня мы с молодежным активом, с молодой гвардией, с молодежным советом, со студсоветом, конечно же, молодежным патрулем возобновляем данную акцию. В большинстве дворов мы будем ее продолжать, рисовать такие сигареты, машины, проезжать, еще раз напоминать нашим горожанам и гостям города, что Сочи – это город свободный от курения. И действительно, забота о своем здоровье – это забота каждого из нас. Антитабачные символы появились сегодня во дворах улиц Воровского и Рос. Это начало масштабного проекта. Такие акции мы планируем проводить на территории всего Большого Сочи. Это и в Адлерском, и в Хостинском, и в Центральном, и в Лазаревском районе. Также мы планируем проведение больших антитабачных шествий, которые уже всем известны, и будем думать над тем, чтобы придумать такого нового, интересного, но эффективного для борьбы с курением. В стране уже два года работает антитабачный закон, который ограничил продажу сигарет, жестко обозначил места для курения и ввел запрет на употребление табака в кафе и ресторанах. В Сочи закон фактически работает четыре года со дня подписания на курорте Харти – город без табака.